Абсолютная достоверность гитаря. И кроме того, в романе очень много маленьких эпизодов, которые я даже иногда не редактировал, и даже не придумывал ничего, а просто переписал из того, что Сергей мне рассказал, даже меняя его интонацию. Сергей, конечно, не цицировал, но говорит для военного человека, он просто великолепный, ему будем министром обороны пора занимать, а он здесь у вас коптится. И должны быть счастливы, что такой пацан у вас в городе есть. И он рассказал удивительные вещи, которые я просто не мог не использовать. Я вам не буду рассказывать, что вы прочитаете роман. Вообще в нем 90% это правда, это то, что происходило. Ну, там немножко обросло все это какими-то художественными деталями, потому что тут не в этом, то есть по мотивам, все по моим мотивам того, что произошло. Почему у меня вымышленный герой, почему вымышленный аэропорт? Я был в аэропорту 4 дня и 4 ночи, а ребята там были месяц, два, а там некоторые, вообще несколько ротаций, и все это продолжалось 242 дня. Я видел только одну ротацию киборгов. Я очень рад, что приложил руку к легенде о киборгах. Ну, легенда, в короче. Это такая даже не легенда, а это украинский эпос. Аэропорт – это украинское косово поле. Это вот та уходящая натура, которая уже ушла, гетон не выдержал, а люди остались. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!